Драгоценные, приветствуем вас! Доброе утро всем, кто в эфире. Это церковь Жатва, город Томск. Бог дает нам возможность сегодня в этом замечательном благословенном воскресном дне разделить Слово, его просто преломить, как Библия об этом говорит, что Слово Божье, оно должно преломляться, подобно хлебу, который не просто дает какое-то временное насыщение нашим телам, но дает самое главное насыщение в жизни. Это укрепляет наш дух, дает нам надежду, дает нам веру. И Библия, она дает такой очень важный прообраз, который мы должны понимать, что отцы наши, написано так вот, ели в пустыне манну, сходящую с неба, это сверхъестественно было Богом дано народу израильскому, но они умерли. А Христос сказал о себе, что я есть истинный хлеб, который, идущий, который не умрет, но будет жить. Действительно, в Иисусе есть вся полнота. И умом, конечно, объять необъятного Бога, это на самом деле очень сложная задача. И по сути, она не стоит перед нами вот так вот прям остро, что ты сразу же вот только услышал о Боге, должен прям все-все понять про Него, все Его пути исследовать, изучить, получить мгновенно все ответы, на все какие-то там существующие вопросы, но это невозможно, мы не вместим этого. Путь, которым мы идем за Господом, он предусматривает в себе возможность познания Его. Мы рассматриваем Его в каждом дне, в чудесных улыбках просто даже детей, которые есть даже в церкви. Вот я смотрю на детей, они вышли и улыбаются, и так я думаю, вот что он улыбается, вот спроси его. Он даже, может, тебе не даст какой-то там правильный ответ, не сможет сформулировать причину своей улыбки. Ну просто понятно, у него есть уверенность и осознание. А зачем грустить, а почему не улыбаться? Папа рядом, мама рядом, сейчас пойдем радоваться вместе на занятия, вот и улыбка на лице, правда? Мы вот просто, когда становимся взрослыми тетями и дядями, мы иногда ловим какую-то такую хмурую волну, потому что думаем, что мы где-то вот в какой-то там долине, какой-то тени, где-то оставленные, там что-то спотыкаемся, что-то у нас не получается. Так мы начинаем думать, потому что мы, наверное, забываем. Ребенок не теряет улыбку, потому что он знает, папа рядом. Христиане теряют улыбку порой, вот потому что они забывают, что папа рядом, а он рядом. Он сам себя обозначил и назвал, как Эммануил, Бог с нами, он родился. И мы действительно в преддверии этого потрясающего события, которое ожидаемо многими просто, ну кто-то чисто формально, да, чтобы отдать дань какой-то традиции празднику, а кто-то действительно носит вот это рождественское событие, чудо-богоявление, родился нам Спаситель. Это не обычный младенец. Это не просто человек, рожденный однажды в мир, в очередной какой-то случай естественный через женщину, но это действительно величайшая тайна, которая явлена с самого неба, от самого небесного Отца, в которой сокрыта для нас вся полнота Божьей жизни и здесь на земле, и, конечно же, самое главное в вечности, потому что мы все осознаем, что мы здесь странники, пришельцы, мы временно здесь наступили на эту землю, и нужно хорошенечко-хорошенечко так поднабраться сил, чтобы как следует оттолкнуться и отправиться в наш истинный настоящий Отче дом и прибыть там с Господом навсегда. Аминь. Ты готов к такому прыжку? Сил надо набирать, чтобы однажды стартануть туда. Я хотел бы поговорить на такую тему, и верю, Бог мне поможет передать, вам поможет и услышать. Это очень важно. Обозначил я ее вот такими словами. В защите меня. Для меня это важно, потому что я вижу в этом глубокий библейский посыл для каждого человека. Вообще мы видим, что смысл всего бытия, вот так вот можно выразиться, и создания, сотворения всего мира, не просто ради красоты, не просто ради мира, но Бог все это создал ради того, чтобы прославиться. Он все создал, что мы видим, осязаем, то, что мы можем переосмыслять, понимать, встречать в этой жизни, чтобы все это прославляло его. И венцом всего этого творения Бог поставил человека. Положив ему определенные времена, положив ему определенные сроки, пределы обитания по всему лицу земли. Написано, от одной крови Бог произвел весь род человеческий. Не ощутят ли? Не найдут ли? Хотя, я и недалеко от каждого, написано. Но все-таки вот этот посыл не ощутят ли? Не найдут ли? Потому что реальность, в которой мы находимся, она настолько агрессивна, она настолько сконцентрирована в своем таком желании, в таком стремлении, всеми возможными способами, ситуациями разными, как-то вот отделить нас от Бога, как-то угасить вот эту искорку жажды по Нему, вот это стремление познать Его, измениться в своем сердце, изменить свое отношение к этой жизни, к своим ближним. И очень много, на самом деле, препятствует к такому Богопознанию. Пожалуй, нет ничего более сложного, чем просто познать Его, найтись в Нем. И самое главное еще и сохранить все это до самого конца. Победить, чтобы наследовать, как Писание говорит об этом. Не зря этот жизненный путь Христос обозначил, как путь узкий, на котором есть тесные врата. И Он сказал, что немногие идут этим путем. Широк и пространен путь. И многие на этом пути идут, спокойно шагая, не задумываясь, что в конце есть гибель. Но Христос предупредил. И разумные люди, это люди, о которых Писание часто говорит, мудрые, но мудрые знают, в общем, у них есть знания. Они имеют какую-то просчетливость в этом плане, веря в воздаяние, в праведное. Потому что, как бы ни было на сегодняшний день написано, что все дела человека, будь они тайные или явные, они все придут пред Богом. Мы все предстанем пред Ним. Она сказана о людях, что нам всем надлежит однажды родиться в этот мир, а потом умереть. И предстать пред Христом на судилище. И каждый из нас будет давать отчет перед Господом за все то, что Он делал, живя в теле, худое или доброе. Поэтому хочется, пользуясь драгоценным временем, которое нам дано здесь на земле, жить жизнью угодно Ему. Апостол Павел писал об этом, как чадо, возлюбленные, как чадо Божье, угождайте Ему во всем. И я хотел бы открыть такую важную историю, которая произошла с весьма знаменитым человеком, оттолкнувшись от нее, пойти дальше. Четвертая книга царств, пожалуйста, давайте найдем этот текст, пятая глава, с 10 по 11 стихи. Два стиха. Мы видим здесь весьма знаменитого, уважаемого, влиятельного человека. Это военачальник царя сирийского, который при всей своей славе, богатстве, своем силе имел достаточно серьезную проблему. То есть, когда есть какая-то проблема, ты уже особо не рад, сколько у тебя там друзей, какие у тебя связи, сколько у тебя богатства. Вот есть проблема. У него была серьезная проблема. Это не просто насморк. Он был прокаженный. И от этой проказы не было никаких средств, возможностей как-то себя вылечить. Но вот так получилось, что там одна была еврейская девочка, которая была взята в плен, она была в числе прислуги. И где-то там она проговорилась, что вот у меня на моей родине есть человек Божий, через которого Бог удивительно действует. То, что мы слышим, иногда недооценивая, как дети могут стать инструментом в благовестии. Просто ребенок, представьте, рассказывает, это значит, ребенок, понимаете, открытым сердцем верит, что Бог там действует. То есть не надо умалять. Вот такие тоже возможности, как Бог действует. И Нейман услышал эту историю, естественно, наверняка испробовав массу-массу способов, чтобы как-то поправить свое здоровье. Ну а почему бы не попробовать? Раз это человек Божий, раз такое я слышу. И его поход туда, он уже как бы им внутри самого себя уже спланирован. Он спроектировал свой маршрут. Мы знаем, он собрал, взял с собой там несколько сотен килограмм серебра, каких-то драгоценных одежд. То есть он взял с собой необходимые подарки. Как это все выглядело, вот просто в обычае, по мирским таким, так сказать, правилам, канонам, которые везде существуют. И он отправился туда. Когда Елисей услышал, что Нейман на подходе, он повел себя не так, как спроектировал вот эту встречу Нейман. И вот здесь возник конфликт. Вот мы о нем сейчас прочитаем, смотрите, 10-11 стихи. Нейман уже приходит и выслал к нему Елисей, слугу, сказать, пойди мойся семь раз в Иордане и обновится тело твое у тебя и будешь чист. И разгневался Нейман и пошел и сказал. И вот очень важно то, как он объясняет свои ожидания от человека Божьего. И он первый говорит, я думал, что он выйдет, встанет, призовет имя Господа, Бога своего, возложит руку на то место и снимет проказу. Здесь получается конфликт. И нужно признать, что в большинстве своем каждый из нас есть, имеет свои стереотипы, по которым мы как бы вот в силу какой-то своей традиционности, своих взглядов, своего какого-то опыта, не всегда это какой-то негативный опыт. Я не только говорю, что все, что мы в жизни пробовали, как-то Бог нам отвечал, как-то Он действовал, что прям это все, все неправильно и только сейчас у тебя начнется все правильно. Я не говорю об этом. Бог действует многообразно. Это вообще удивительно. Я вот в эти дни, слушая свидетельства и слова из уст самых разных братьев, которые в самых разных своих служениях, в церкви, в дарах служат телу Христову, я вспоминаю то, что тоже пережил. Вот, казалось бы, как Бог, Он неизбирателен в плане того, где Ему себя проявить. Мы думаем, что если мы возведем какое-то особенное строение, может быть, создадим какое-то особенное место, что Бог вот как-то почувствует расположение вот к этим людям. Они так старались, они что-то такое красивое для меня сделали. И, ну, вот я приду к ним. И я вспоминаю, когда я пришел до начала двухтысячных годов с работы, уставший, я подрабатывал, тогда, помню, мы у какой-то женщины вот здесь рядом с Дома Молитвы, тетя Галя ее звали, я даже помню имя, мы у нее рыли погреб в гараже, то есть, вот эти памятники, они до сих пор здесь стоят. Я когда сюда в Дом Молитвы приезжаю в Омске, я мимо этих гаражей проезжаю, я смотрю на этот гараж, я его помню, эти ворота. Я даже, я там внутри с двумя еще братьями, мы рыли этот погреб, чтобы просто заработать себе денег на проезд, на служение, представьте, начало двухтысячного года. И я помню, когда уже под вечер, под поздний, это дело нами было завершено профессионально, это же не каждый сможет погреб вырыть, это же надо иметь особенный подход. Потому что там не просто надо было яму вырыть, там еще нужно было бетонные перекрытия правильно уложить. А так как я самый длинный из всех братьев, которые рыли эту яму, мне пришлось моей спиной эти балки просто, а их на меня ложили, я вот так вот стоял. Но я был на 20 килограмм легче, если что, как бы, понимаете, сегодняшнего моего положения. Но Бог давал силы уже тогда, я так наблюдаю, не сломала меня тяжесть этих плит. И вечером, придя домой, просто испытывая уже такое состояние, что лишь бы быстрее вот просто сполоснуться и залечь в положение восстановления, я помню, я зашел в душ и просто стоял, омывался и думаю, Господи, спасибо Тебе, благодарю, стою просто, благодарю Бога. И сам начинаю понимать, что в этот момент я говорю Богу уже не на своем языке, не на русском. Я ловлю себя на мысли, что из моих уст просто идут наречия ранее мне неизвестные, непонятные, но невероятный Божий мир, невероятное Божие присутство и слава настолько явное, прям ощутимое просто даже телом, невероятное переживание Бога, вот Его любви, радости, какого-то сокрушения, все-все перемешалось. И это я стою под лейкой душа. Это невеличественный храм, который своим блеском, своей пышностью вау, завораживает, когда человек заходит и говорит, вау, вот это место истинно здесь Бог. Вы знаете, Писание нам говорит, что Бог не в рукотворенных храмах живет. И Он вообще-то не требует служения рук человеческих, как имеющий в чем-либо нужду, потому что Он сам даятель жизни. Но на кого я презрю, говорит Бог? На кого? на чем все Писание нам с самых первых страниц книги Бытие и до самых последних страниц книги Откровения, на чем больше всего сконцентрировается Слово Божие и сам Господь. Он говорит, я не пройду мимо смиренного и сокрушенного духом. Вот такое сердце мне нужно. И чтобы себя, свое сердце привести в такое состояние, мы должны быть в этом поиске. Не потому что, как только мы говорим, Господи, я хочу с тобой встретиться, откройся мне. И он вдруг такой сразу, ага, ты хочешь, чтобы так все просто произошло, и он такой раз от нас куда-нибудь удаляется, убегает, как есть в некоторых таких мифологиях такие разные доктрины, что Бог, он постоянно прячется, чтобы его найти, надо пройти там каких-то 10 кругов сложных, каких-то задач в жизни, надо себя там истязать, надо что-то такое невыполнимое попытаться выполнить, и если у тебя получится, Бог тебе прострет твое благоволение. Не это есть посыл неба, не это есть спасительная весть для нас. Написано, Бог близок к сокрушенным сердцам. Писание нам просто говорит, вкусите, и вы увидите, как благ Господь. Писание нам просто говорит, воззрите на того, который был вознесен на древе над всей землей, и вы переживете эту силу, которая сокрыта в нем, в его прощении, в его пролитой крови на Голговском кресте, в его любви, которая имеет неиссякаемый источник вечной жизни, доступный сегодня каждому. Писание говорит, всякий жаждущий, иди и пей, берите эту воду жизни, даже те, у которых нет серебра, даже те, у которых нет платы, вы понимаете, люди перед фактом поиска Бога, это же о чем говорит порог Исаия, они начинают искать в себе свои собственные возможности, свои потуги, напрягаться, а смогу ли я его найти, а достоин ли я, а простит ли он меня, а откроется ли он мне, а изменит ли он мою жизнь, понимаете, человек пытается найти, засовывая руку в свой карман, чем бы мне ему сейчас заплатить, чтобы он пришел ко мне, а Писание говорит, даже те, у которых нет серебра, даже те, у которых нет платы, придите, просто условия, всякий жаждущий, иди и пей, эту воду жизни даром Слово Божье говорит, вот она плата, не зря сказано, что слабый скажет, я силен, и бедный скажет, я богат, и это все благодаря тому написано, что Бог нам дал, понимаете, Бог нам дал, сиение от нас, это Божий дар, это Его дар, это вера, и мы не можем ничем хвалиться, знаете, еще несколько дней назад, я скажу открыто, я тот человек, в голове, у которого бывают разные смятения, и в очередной раз в моей голове развернулись танки, пушки, кони, грязь, там все смешалось, и я такой, и вы знаете, пришла к этому, и пришла правильная мысль, на колени встать, вот просто встать на колени, и я такой, раз на колени встал, и представьте, о чудо, я слышу внутри себя давно, давно известный мне стих, я есть истинная виноградная лоза, а вы ветви, и я такой, у меня такой порядок в жизни выстроился, я думаю, ого, так я ветвь, не я вообще-то все держу и решаю, мне нужно просто, то есть, вот этот порядок жизни сразу же, и почему-то он, ну, так, так Богом устроено, когда ты сокрушишься, когда ты примешь эту позу, поверьте, на коленях, быть гордым, ну, это надо вообще сильно постараться, чтобы стоять на коленях и еще там, ну, просто, ну, вот так можно, стоять на коленях и еще замахиваться, ну-ка, иди сюда, ты поймешь, что ты, что неравные позиции, мы иногда начинаем с Богом вот тоже выяснять отношения, потому что, знаете, что такое высокомерие, да? Это когда мы начинаем себя мерить какой-то высокой мерой, иногда так начинаем мерить, один, один такую меру уже так отмерил себе, что его оттуда не просто попросили, а его оттуда просто скинули, вышвырнули, он там еще других тоже ведь подговорил, третью часть, вот, насколько эта идея, она такая, ее подхватывают, ее легко, это так интересно, то есть, вот плоть, она хочет вот этого, чтобы ее поставили на пьедестал славы, дали ей самое, самое видное место почета, самый уважаемый, самый почитанный, самый умный, самый красивый, угадайте кто, я, 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 и плохо хочет сказать, это я, но в таком состоянии нам не видать того, что Бог приготовляет для людей смиренных, написано, он гордым противится, а смиренным дает благодать, и церковь Божья с самого начала, что ее отличало, посмотрите, это была молящаяся церковь, это была постящаяся церковь, это была благовествующая церковь, это была жертвенная церковь, и все это делало их людьми высоко духовными, в глазах Божьих, но презренными, отверженными, пренебрегаемыми, это ссор, апостол Павел говорит, мы как ссор для этого мира, то, что нам ценно, то, что нам дает жизнь и делает нас в глазах Божьих по-настоящему высокими людьми, достойными, мир смеется над этим, попирает, Павел говорит, мы как ссор, всеми попираем и до ныне. Конфликт, который возник у Неймана, это часто похожая ситуация, с которой многие люди приходят к Богу, и вот так вот посмотреть на практику и опыт хождения с ним, у кого-то этот конфликт, он как будто затяжной, просто вот посмотришь, человек проходит время, проходят годы, а человек как будто с этой проказы, он остается, запинающий грех, какое-то бремя. Я не хочу бросить какой-то камень в чей-то адрес, я просто хочу сказать, друзья, ну нет того, в чем Бог бы не мог явить свою славу. Вопрос того, насколько человек этого хочет, насколько он послушен, насколько он сам смиряет себя и подчиняет себя той воле, которая нам явлена. В этом есть исцеление для нас, даже нам Слово Божие говорит, вот пост, который я избрал. Тот ли это день поста, когда человек просто томит плоть свою, томит душу свою. И люди умудрились даже из этого действия, которое сегодня нам необходимо, чтобы иметь жажду, чтобы быть смиренными. Пост. Вот пост, который я избрал. Люди даже из того, что является частью нашей жизни, хождение со Христом, умудряются делать что-то, чтобы через это еще и себя опять превозносить. Вот представьте способность. Казалось бы, пост, это состояние, когда вот такая стадия. ты входишь в пост, первое, что происходит, есть охота. Второе, что происходит, что происходит, то есть до поста, мы настолько рассеяны в самые разные ситуации, а как у этого, а как у того, а почему он так поступил, да как они могли. У нас такие желания, да мне мало, это не так, это не то. Но из практики, люди, духовные люди, жаждущие, когда начинается пост, ты начинаешь концентрироваться сперва на своей потребности живота, а потом это все переходит на сердце. И ты начинаешь видеть себя, кто я. Это место Божьей славы, это то, что воскликнул пророк Исаия, там в его присутствии, там нет каких-то мест для споров, для осуждений, для зависти. Там есть место, в котором человек говорит самое важное и необходимое в присутствии Божьем. Вот я. Пошли меня. Человек начинает видеть себя я с нечистыми устами. В моей есть жизни то, что меня останавливает, то, что препятствует тебе, Господь, использовать меня в той мере, как этого ты желаешь. Не как я, впрочем. Это то место, когда мы приходим к такому состоянию, когда мы говорим, не моя воля, но твоя да будет. И не иман, пришедший за исцелением. Оно было для него готово. Но что произошло? Он выражает свой гнев и говорит последовательность своих мыслей о том, как оно должно было произойти с ним. Друзья, у Бога есть несложная формула, которая приведет тебя в его жизнь, в его славу. Поэтому просто нужно смириться под его крепкую руку, так как говорит об этом нам священное Писание. Пусть Господь явит свою славу. Пусть Господь достигнет тебя там, где ты есть. Чтобы наши сердца, они не доходили в такое состояние, в котором наше я будет настолько великим, что Богу не останется места. Наше представление о том, какими мы должны быть. Субтитры создавал DimaTorzok